Добрый день, уважаемые коллеги, глубоко уважаемые председатели. Благодарю вас за возможность принять участие в форуме. Прежде всего, хочется сказать, что те данные, которые будут представлены по ходу презентации, являются, к сожалению, лишь малой частью того большого исследования по качеству жизни, которое было проведено и продолжает иметь место быть на базе нашего научно-исследовательского института. Дети с врожденными пороками сердца, они, безусловно, всегда были и остаются под пристальным вниманием не только детских пардиологов, но и педиатров, в том числе участковых. И традиционно считается, что прогноз жизни таких детей с таким страшным заболеванием прежде всего зависит от тяжести самого порока, от своевременной кардиохирургической коррекции, а также от особенностей течения послеоперационного периода. Но уже на начальных этапах нашего исследования, будучи в том числе и практикующими врачами, мы заметили, что дети, которые оперируются по поводу одного и того же порока сердца, которые имеют одну и ту же похожую сопутствующую или фоновую патологию, и оперированные в одном и том же возрасте, почему-то имеют разное течение послеоперационного периода и имеют разные отдаленные результаты. Это позволило нам подумать о наличии каких-то факторов, которые могут прогнозировать развитие тех или иных отклонений. Поэтому целью нашего исследования имелось оценить качество жизни детей, в том числе в отдаленном послеоперационном периоде, для прогнозирования развития отклонений в состоянии здоровья. Исследование было проведено на базе нашего научно-исследовательского института. Мы изучали данные анамнезы, клиник, гемодинамические особенности, как до, так и после оперативного вмешательства, оценивали социальный портрет семьи и течение раннего послеоперационного периода. Было также проведено молекулярно-генетическое исследование в качестве инструментальных исследований. Это прежде всего эхокардиография для оценки гемодинамических нарушений и оценка качества жизни была проведена по опроснику PSTUAL, где мы использовали именно кардиологический модуль. При анализе анамнеза жизни пациента все дети были разделены на две группы. И за основу мы взяли именно социальный портрет семьи, социальный анамнез. И в первую группу вошли дети в количестве 71 пациента с так называемым отягощенным семейным анамнезом, которые имели такие неблагоприятные факторы, как неблагоприятные жилищно-бытовые условия жизни, неполный состав семьи, наличие членов семьи, страдающих той или иной зависимостью. И во вторую группу вошли дети, которые не имели вышеперечисленных отягощенных факторов. Прежде всего мы сопоставили их по степени сердечной недостаточности к национальному классу, коморбидности. Это те данные, которые мы смогли оценить в дооперационном периоде, в том числе на этапе ретроспективного исследования. Мы видим, согласно таблице, что по перечисленным критериям группы, в принципе, были сопоставимы. На этапе дооперационного исследования мы проявили о качестве жизни этих детей. И выше указанный опросник Петспиола предполагает ответы не только самого пациента, но и также родителей, лечащего врача. Однако при оценке значимых различий между ответами выявлено не было. Коэффициенты корреляции с пирином были значимыми и высокими для всех групп сравнения. Поэтому мы ввели интегральный комплексный коэффициент функционирования для каждого типа оценки здоровья. И по данным коэффициентам мы уже проводили дальнейшие исследования. И, как мы можем видеть, на дооперационном этапе комплексный показатель имеет значимое отклонение в пользу средних значений, прежде всего за счет умственного и эмоционального компонентов. Поэтому, несмотря на то, что в данную группу вошли дети и с достаточно высокой степенью сердечной недостаточности, с достаточно низким функциональным классом, в принципе, комплексный показатель качества жизни был на достаточно неплохом уровне. В дальнейшем ребенок прошел кардиохирургическое вмешательство, проходило амбулаторное наблюдение в течение двух лет, и спустя два года мы вновь оценили качество жизни, и видим, что вновь комплексный показатель имеет отклонение в сторону средних значений уже за счет всех исследуемых компонентов здоровья, прежде всего вновь за счет умственного и уже физического компонентов. Но, к сожалению, мы можем заметить, что даже через два года после оперативной коррекции порока при отсутствии каких-либо остаточных гемодинамических нарушений остаются дети, чьи компоненты здоровья продолжают страдать и остаются на низком и очень низком уровне. Поэтому это потребовало изучения каждого компонента здоровья по отдельности и выявления тех или иных факторов анамнеза, их влияния на различные типы функционирования по отдельности и в целом. Поэтому среди этих детей была проведена логистическая регрессия с показателями анамнеза, включая в том числе семейный анамнез и с генетическими данными ребенка. И по ходу множественного логистической регрессии было выявлено достаточно большое количество ассоциаций как с данными анамнеза, так и с генетическими маркерами. И это позволило нам создать формулу расчета риска отклонения в состоянии здоровья детей через два года после хирургического лечения ВПС. Как мы видим, все переменные, которые входят в состав данного уравнения, их можно оценить еще на дооперационном этапе. К сожалению, они не все являются контролируемыми и управляемыми, но тем не менее знание о них позволит прогнозировать развитие тех или иных осложнений и выйти уже преждевременно на предварительный этап реабилитации, который дети должны проходить после хирургической коррекции порока, предполагая, какие именно компоненты у него будут страдать, будут ли они страдать в принципе, что позволит нам составить индивидуальный персонализированный план реабилитации. И проведенный руканализ показал, что полученные уравнения характеризуются достаточно отличной диагностической ценностью, специфичностью и чувствительностью, то есть при проведении расчета риска формирования отклонения в состоянии здоровья детей во втором декретированном периоде можно с вероятностью близкой практически к 100% определить развитие тех или иных осложнений. Таким образом, в дооперационном периоде у детей с врожденными пороками сердца отмечаются отклонения в состоянии здоровья, однако интегральный показатель качества жизни имеет среднее значение. В отдаленном послеоперационном периоде, даже при отсутствии нарушения внутрисердечной гемодинамики, все же сохраняются отклонения в состоянии здоровья детей. Такие отклонения, они сохраняются значимыми преимущественно в группе детей с отягощенным семейным анамнезом, что еще раз подчеркивает значимость и влияние на родителей и семей в реабилитации даже и в отдаленном периоде. Помимо общеизвестных факторов риска развития низкого качества жизни, доказано влияние в том числе и генетических маркеров. По данным литературы есть, конечно, очень большое количество исследований качества жизни детей с такими заболеваниями, но на этапе нашего исследования мы хотели оценить качество жизни именно в комплексе, не только что именно страдают у ребенка и страдают ли в принципе какие-то компоненты, но как они влияют друг на друга и есть ли какие-то значимые факторы не только анамнеза, но и социального анамнеза в том числе и оказывают ли они влияние и могут ли они нам помочь в дальнейшем нашей реабилитации. Благодарю вас.